С распадом СССР перестала существовать и советская система патриотического воспитания. Сегодня развитием патриотизма в основном занимаются энтузиасты. По мнению экспертов, для становления новой системы патриотического воспитания необходим комплексный деловой подход. В числе главных проблем – отсутствие комплексной законодательной базы и соответствующего финансирования. Тема патриотизма сейчас активно обсуждается не только на высшем уровне, но и в соцсетях. Зачем нам вообще нужно военно-патриотическое воспитание? Каждый сам должен решать, как относиться к этому вопросу. Раньше было очень много мероприятий, воспитывающих патриотизм. Та же игра «Зорница». В нее ведь играли все советские подростки. Я считаю, что патриотизм – это любовь к родине, к стране, в которой ты живешь. Это желание сделать страну лучше, чтобы люди в ней жили хорошо и были счастливы. Но если патриотизм – это любовь к родине, разве можно любовь воспитать? Я считаю, что патриотическое воспитание необходимо возрождать, и денег на это выделять достаточно. У нас есть настоящие патриоты, готовые заниматься воспитанием детей. И они ведь даже не могут найти денег, например, на поход с ребятами. На сегодняшний день есть российская и краевая программы и концепции развития патриотического воспитания. Однако, как полагают эксперты, предусмотренных ими мероприятий и финансирования недостаточно. Юрий Уткин предлагает изменить подход к патриотике. Первое – это военно-патриотическое воспитание. Безусловно, этому нужно уделять должное внимание. И, наверное, не случайно возрождаются так называемые «игры-зарницы», которые были во всех школах всей нашей страны. Не исключение был город Пермь, Пермский край. Но и, наверное, гражданское, гражданское патриотическое воспитание. То есть, мы должны знать, понимать, чем город богат, почему мы его любим. Очевидные преимущества должны, в принципе, быть предметом обсуждения не только в школе, но и в семье. На днях Владимир Путин подписал указ о создании организации «Российское движение школьников». Ее уже окрестили новой пионерией. Геннадий Сандырев считает, в Советском Союзе существовала целостная система воспитания патриотов. Поэтому лучшее из того, что было создано, можно взять за основу современного патриотического воспитания. Это и система ДОСАФ, это и система военных училищ, кадетские, суворовские, нахимовские. И, безусловно, наверное, сюда надо привлекать каким-то образом Русскую Православную Церковь. Совместными усилиями проводить вот эти все мероприятия. Но, опять же, говорю, все это должна быть целостная система. Не хватает тех училищ, не хватает той системы ДОСАФ, которая сейчас существует. Под это надо подводить системную нормативно-правовую базу, где все четко прописывать. Подводить под это серьезное финансирование. И если говорить, опять же, про систему, да, то надо, естественно, заниматься и подготовкой кадров. Подвижки в деле становления воспитания все же есть. В Пермском крае реализуется ряд проектов патриотического характера. Виват Кадет – Дни воинской славы. По инициативе Пермского отделения Союза десантников России возродили традицию посещения в Омске 242-го учебного центра ВДВ, где служат порядка сотни пирамяков. Особое внимание, считает Юрий Уткин, нужно уделять именно до армейской подготовки. Вот эти примеры, реальные проекты, реальные дела, в общем-то, наверное, способствуют созданию принципиально нового отношения к патриотическому, как военному патриотическому, так и гражданскому воспитанию. Очевидно, что решение проблемы требует комплексного делового подхода. Эксперты предлагают начать создание целостной системы патриотического воспитания граждан России. При этом важно увязывать государственные и общественные формы патриотической, военной и допризывной подготовки в единую систему с прозрачными механизмами администрирования и финансирования. Смотрите на следующей неделе деятельность микрофинансовых организаций. Какие меры необходимо предпринять, чтобы быстрые деньги не привели к потере всего имущества? Нам интересно ваше мнение. Заходите на нашу страницу в Фейсбуке и оставляйте свои комментарии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова